О чем написано в Коране? Вы знаете, что наша жизнь делится на два этапа. Первый – жизнь в этом мире, то есть временная жизнь. Второй – жизнь на том свете, то есть вечная жизнь. Аллах желает, чтобы мы в обоих мирах были счастливы, чтобы люди поняли, что такое счастье, и прочувствовали его на себе, Аллах ниспослал нам Коран. В Коране мы можем прочитать о том, что мы должны знать об Аллахе и о Сотворенном, какие у нас обязанности перед Аллахом, какие у нас обязанности перед семьей, перед своим обществом, каким правилам мы должны следовать на протяжении жизни. Коран – это речь Аллаха, его последняя книга, завершающая цепь Божьих посланий, после него не будет других книг. В нем написано обо всем, что необходимо знать человечеству вплоть до конца света. Коран – единственная книга Всевышнего Аллаха, дошедшая до нас в том виде, в котором была ниспослана, то есть Коран не написан человеком и не искажен им. Поэтому Коран – книга особая. Она не похожа на другие книги, ни по содержанию, ни по форме изложения. Ее нельзя читать, как другие книги. Смысл многих аятов Корана проясняется с развитием различных наук. Многие научные открытия последних десятилетий еще раз доказали истинность аятов священного Корана. Это обстоятельство удивляет и шокирует многих ученых немусульман с мировым именем и убеждает их принять ислам. Коран подобен неистекаемому бездонному роднику, из которого каждый человек может утолить жажду научных познаний. В последнее время проводятся международные научные конференции на тему «Научные знаки в Коране» с участием видных ученых различных отраслей науки, представляющих большинство развитых стран мира. Коран – это настоящее чудо, самое убедительное из доказательств существования Всевышнего Аллаха и того, что Мухаммад – его посланник. Коран – это му'джиза, му'джиза – чудо, которым Всевышний Аллах наделяет пророков. Коран – это му'джиза пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Ислам распространился на весь мир. Кто будет исповедовать его, будет бесконечно счастлив, а кто не последует ему – обречен. Мы призываем к исламу людей и другой веры, но мы не заставляем их принять его. Этого делать нельзя. Это запрещено. Но чтобы они приняли ислам, мы должны показать им истинную красоту ислама. И тогда они, иншаллах, сами придут к истинной вере. Мы не можем спокойно смотреть на людей, следующих по неправильному пути. Следуя по пути нашего любимого пророка, алейхиссалату вассалям, мы и наставляем их на истинный путь. Каждый мусульманин своим поведением, своей чистотой, культурой должен показать людям иной веры красоту ислама. И тогда они сами поймут, что истинный путь – это только ислам. Когда-нибудь наступит конец жизни на этом свете. Это вопрос времени. После этого умершие будут воскрешены и предстанут перед Всевышним Аллахом и справедливым судом, чтобы отвечать за содеянное в этом мире. Как будет протекать жизнь людей, попавших в рай? Как будут наказывать тех, кто попадет в ад? Обо всем этом сказано в Коране. В Коране рассказывается и о жизни пророков миром. В священной книге говорится еще и о том, что несомненно полезно и важно для человека. И счастлив тот, кто уважает Коран, читает, понимает его и следует написанному в нем. Ведь Аллах его не спаслал именно для того, чтобы мы учились жизни у этой книги. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сущность Корана Сура Аль-Фатиха Однажды наш пророк, алейхиссалату вассалям, взял за руку одного из своих самых уважаемых сподвижников. «Пойдем, Рафи», — сказал пророк, алейхиссалату вассалям, «Я хочу научить тебе самой великой суре Корана». Немного пройдя, Рафи и не выдержал и спросил, «А какая сура самая великая?» Сура, которой я решил тебя научить, начинается словами «Аль-Хамду лилляхи Раббил Алямин» Название ее «Аль-Фатиха». «Аль-Фатиха» — это семь аятов, которые мы повторяем в каждом намазе, в каждом ракаате. Дорогие мои друзья! Вы знаете, что самая длинная сура Корана — это «Аль-Бакара». В ней 286 аятов. Но, несмотря на это, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорит, что самая великая сура — «Аль-Фатиха», состоящая из семи аятов. Чем же объяснить ценность этой суры? Хотя она небольшая, в ней и заключается очень глубокий смысл. Вы знаете «Аль-Фатиху» наизусть? Если нет, то спешите выучить ее, а выучить надо ее из уст учителя. Так как «Аль-Фатиха» содержит в себе очень большой смысл, а также и мольбу, прочитав ее, мы говорим «Аминь», что означает «Да примет Аллах наши молитвы». Субтитры создавал DimaTorzok